Всем привет! Привет из Англии! Мы находимся на побережье Северного Нофака у Северного моря. А деревня называется Манденсли. Очень красиво, правда? Широкие песчаные пляжи. Места хватает для всех. Людей не так уж много, но вы видите, смелые люди заходят в воду. Хотя не жарко сегодня, где-то 20 градусов. Я снимаю это видео в мае месяце, один из воскресных майских дней. И поэтому есть у вас возможность посмотреть, что из себя представляют в это время года Нофакские пляжи, северное побережье Нофака. Здесь у побережья есть несколько, конкретно три стенда, которые рассказывают и дают, вернее, немного местной истории. Вот здесь почему я остановилась. Видите, мамонт. И говорится на этом стенде, что где-то в 1080-х, 800-х годах было найдено несколько мамонтовых костей до 1,5 метра длиною. Здесь стенд, который рассказывает немного о тиграх. Но это не те тигры, которые мы с вами знаем. Это их ещё называют здесь коты, похожие на тигров. Это ещё один стенд с мамонтами. Это разновидность. Другой тип мамонтов, который был найден в Европе. А вот это здание интересной формы – это музей. Здесь два стенда. Я нашла две такие доски. Вы видите, 1914 по 1918. Тем людям, которые отсюда ушли и воевали в Первой мировой войне. А вот этот стенд уже Вторая мировая война. Через дорогу – развлекательная зона. Здесь вот такой развлекательный центр для детей. Мини-гольф. Вы знаете, я подумала, что это человек сидит, а это здесь такая статуя. Интересный парк развлекательный. Можно встретить крокодила. Надо быть осторожным. Я, конечно, не пошла на эту площадку, потому что надо покупать билеты. И я решила, что нет, я туда не пойду. Просто так погуляю здесь по вот этому замечательному прибрежному курорту. Здесь спортивная площадка. Кто хочет с мячом поиграть. А дальше тоже какие-то спортивные площадки. Сейчас подойду и там поснимаю. А здесь вот такая территория фитнес под открытым небом для тех, кто хочет немного позаниматься спортом. Но сегодня такой день, что действительно можно всеми этими спортивными тренажерами позаниматься, вернее, на всех этих спортивных тренажерах. Потому что солнышко светит, нет дождя, тепло и приятно, и не жарко. Вообще здесь очень много зеленых вот этих вот полей, просторов. Очень приятное место. Я немножечко поснимать решила в стороне от моря. Ну, это параллельно дорога идет морю. А вы видите, как вверх поднимается. И там, значит, мостик такой. Видите, где машина проезжает? Очень узкий мостик. Нужно друг другу дорогу уступать, когда через него проезжаешь. Тем не менее, когда я снимала в Глостыше, Графство Глостыше, я говорила, что очень красивое Графство, потому что все на таких вот холмах, вверх и вниз поднимаются дороги. Но вот есть и в Нофике у нас такие места. Не такой уж он у нас плоский. Посмотрите, вот это все вверх. Тоже слегка вверх, как бы в низине нахожусь. То есть показать вам тоже что-то такое вот интересное с точки зрения ландшафта. Я сейчас несколько шагов в сторону сделала, чтобы от дороги отойти и показать вот этот вот подъем. Вот видно, как велосипедист в гору едет. Это место, откуда я снимала. Вот там флаг развивается. Здесь вот такая стена старинная-старинная, номер 14. И вот вам открывается вид на море. И здесь много-много стен из прибрежного кирпича. Булыжники, как я их называю. Вот эти стены, которые закрывали очень интересное здание. Это паб, местный паб, The Ship, корабль называется. Здесь очень современное здание. Такое вот элегантное здание. А отсюда, видите, очень хорошо виден вот этот вот спуск с изгибом возле стены кирпичной. Это вот за пабом на берегу вот такие вот, как это сказать, facilities для своих customers, для своих посетителей. Крутой спуск к берегу. Там смотровая площадка. Застекленная, как это сказать, застекленная. И вот такой широкий пляж. Можно идти, идти буквально километры. То есть вот все это будет выглядеть таким образом. Здесь, вы видите, и галька есть. Но в основном песок. Игроленную. Игрол green. Игроленную. Игроленную. Вот видите километры, километры пляжной зоны. Фляжи, песок, а с правой стороны зеленые обрывистые скалы. Очень красиво, очень красиво. И море бурлит слева. Слышите, как бурлит? Красота! Море всегда что едят? Мороженое. Здесь у меня мороженое с лимонной начинкой и писташи. Очень вкусно! Наступает время сказать до свидания всем, кто прогулялся вместе со мной. По этому прибрежному, небольшому, но приятному месту. И я говорю вам всем до свидания, до новых встреч. Всего вам самого хорошего!